Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную итогам развития банковского сектора в 2023 году. Выступает Александр Сергеевич Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики. Всем добрый день. Очень рад всех видеть, а также приветствую тех, кто будет смотреть в записи. Сегодня обсуждаем результаты банков за 2023 год. Год был во многих смыслах выдающийся с точки зрения результатов, роста бизнеса, очень высокие показатели, как и с точки зрения роста кредитного портфеля, притока средств вкладчиков, населения, компаний. Прибыль очень высокая, вы знаете, сильно выше наших изначальных прогнозов, в каком-то смысле сюрприз. Но важно, конечно, ее рассматривать, не забывать все-таки про результат 2022 года, потому что во многом эти вещи связаны, и я вам поясню почему. Не вся прибыль, к сожалению, пошла в капитал. Часть была выплачена дивидендами, есть еще отдельные вещи, которые влияют непосредственно на капитал. Переоценка ценных бумаг отрицательная. Поэтому достаточность капитала у нас, нормативы немножко снизились, но не критично. То есть запас у нас есть комфортный для того, чтобы банка выходить из послаблений, и в то же время на финансирование предстоящего роста. Так что в этом смысле все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. Поэтому давайте теперь перейдем более подробно обо всем по порядку. Первый слайд у нас про то, как росли корпоративные кредиты, кредит юридических лиц. Я немножко напомню, как работают слайды. Соответственно, такие вот голубенькие столбики – это ежемесячные темпы роста. Тут два года приведены для сравнения, 22-23. А такая, не знаю, purple, как по-русски, пурпурная, не знаю. В общем, фиолетовая такая, фиолетовая линия – это у нас годовые темпы роста. Вы видите, что рост был очень высокий, 20%, сильно выше, чем в 2022 году. Ну и там выше, чем в 2021 году. Я вот насчитал пять факторов таких высоких темпов роста. Первый – это у нас стройка растет очень сильно, финансирование строительства жилья. По-прежнему все есть переход на новый механизм сескроу. Второе – это у нас замещение внешнего долга. По-прежнему много кредитов, которые ранее компании привлекали на западных рынках, замещается, соответственно, внутри российскими банками. И это фактор роста кредитного портфеля. В целом общая высокая инвестиционная активность на фоне перестройки экономики, восстановления экономики. Многие там западные компании ушли, что-то оставили. В общем, бизнес развивается. Бизнес наш подхватил, так активно развивается. Это, в общем, отрадно. Есть еще такой фактор, как кредитование в рамках бюджетных контрактов. То есть у нас бюджет, ну понятно, из-за увеличившейся нагрузки где-то, может быть, поприжимистей стал. И поэтому часть расходов компании сначала несут их сами, привлекая кредиты у банков. А потом бюджет осуществляет возмещение. Обычно в конце года всегда такой вот объем больших трат бюджета происходит. И, соответственно, где-то даже кредитование снижается. Но в этом году немножко, видимо, чуть больший лаг вот в этих вот расчетах происходит. Поэтому, в принципе, это тоже такой вот значимый фактор мы отмечаем в росте кредитования. Ну и также надо отметить сделки по покупке бизнеса. У нас часть иностранных инвесторов, как я уже сказал, уходили, бизнес свой оставляли, продавали. Ну, оставляли в смысле продавали. И такие сделки, в том числе, банками финансировались. Это тоже, в общем, такой фактор роста. Вот пять основных причин. Справа вы видите данные по валютизации корпоративных кредитов. Это доля кредитов, выданных валюте. Видите, очень сильно снизилась. Это положительный фактор, на самом деле, потому что снижает подверженность нашего банкского сектора валютным рискам. И при этом внутри вот этой вот цифры, от всех валютных кредитов треть сейчас уже в юанях. То есть это у нас два момента происходят. С одной стороны, переворачиваются кредиты в рубли, и поэтому доля снижается. А с другой стороны, внутри валютных кредитов меняется их структура в пользу дружественных валют, что тоже хорошо. Переходим к следующему слайду. Здесь речь идет про ипотеку. Здесь мы, наверное, чуть больше времени проведем. Ипотека, все знаете, бьет все рекорды в этом году. 30, почти 5% темп роста годовой. И это при том, что у нас база, если даже сравнивать с прошлым годом, у нас же еще и база увеличилась. Поэтому это цифры такие, впечатляющие во всех смыслах. И понятно, что выше прогнозов всех. Помните, было ужесточение вот этой вот программы ипотека от застройщика около нулевая. Тогда много было там голосов, что вот сейчас все остановится и так далее. Ну, как видите, ничего подобного не произошло. Темпы роста не то, что не остановились, а во втором полугодии у нас там среднемесячный темп роста был в районе 3%, что, в общем, рекордные уровни. Почему это происходило? Ну, понятно, у нас, во-первых, инфляционные ожидания выросли. Плюс из-за курса, ну, как бы люди стали, часть поспешила, как бы сказать, с точки зрения сбережения своих средств купить недвижимость. Кто-то просто хотел купить недвижимость. Льготные программы по-прежнему действовали. То есть многие воспользовались льготными программами. Очень много выдается. На первичке там до 90% выдается в рамках льготных программ. Что, в принципе, ненормально на самом-то деле. Это означает, что, по сути, льготные программы доступны всем. Это не очень правильно. Как вы знаете, мы выступаем за более целевой характер льготных программ. Считаем, что они должны быть доступны, в первую очередь, тем, кто нуждается, а не просто всем подряд. А на сегодняшний момент, к сожалению, нет никакого ни имущественного ценза, ни материального ценза. То есть, в принципе, льготную программу, льготную ипотеку может получить любой человек с любым доходом, если у него даже есть там 5 квартир. Надеемся, что в следующем году условия будут пересмотрены, и вся эта конфигурация льготных программ будет существенным образом переработана в пользу вот таких вот именно адресных целевых программ. Что, в принципе, и правильно, и позволит избежать той ситуации, с которой мы столкнулись. Это очень высокий перегрев цен, когда вся вот это преимущество от этих пониженных льготных ставок, по сути, ушла в рост цены. И если посмотреть любые метрики, которые вы возьмете, рост доступности жилья, по сути, его не произошло. В этом, да, извините, я в этом году, в этом, да, мы уже в новом году, да, в середине года, да. Что нас, в принципе, беспокоит, помимо роста, да, высокого, мы видим, что есть определенные характеристики кредитов выдаваемых, да, которые могут говорить о накоплении риска в системе. Это, прежде всего, кредиты, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой, кредиты, которые выдаются с низким первоначальным взносом. Ну, в частности, около 60% кредитов выдавалось вот в конце года, там, ну, данные за третий квартал, но я не думаю, что в четвертом там принципиально что-то поменялось. 60% выдавалось с первоначальным взносом меньше 20%. 46% выдавалось людям с ПДН больше 80, ну, почти половина, да, ПДН больше 80, 80% всех доходов люди тратят на обслуживание кредитов. Вот много. Ну, то есть люди потенциально финансово, ну, уязвимые, да, особенно в ситуации какого-то возможного стресса. Вот, поэтому мы, конечно, реагируем. Мы, вы знаете, вводили, и здесь на графике это отмечено, несколько раз ужесточали наше макропроненциальное регулирование, вводили макронадбавки, которые делают для банков выдачу кредитов вот с такими рискованными характеристиками, да, с низким первоначальным взносом, с заемщиком с высокой долговой нагрузкой, более затратной с точки зрения влияния на их капитал. Но вы знаете, что влияние, это мера, макронадбавки, они действуют в эффективностях, она разная для разных банков, в зависимости от того, насколько у банка большой запас по капиталу. Можно, конечно, сделать их прям совсем запретительными и, собственно, поддельным категориям. Мы вот с марта следующего года, мы прям так и действуем, я все время в этом году, с марта этого года, да, мы прям совсем запретительные становятся. Но в целом вот не самый такой подходящий что ли инструмент для того, чтобы именно управлять объемами выдачи. И поэтому, вы знаете, мы активно работаем над тем, чтобы получить возможность устанавливать макропруденциальные лимиты. Это такой инструмент более прямого действия, который, по сути, будет ограничивать объемы тех кредитов, с точки зрения рискованных кредитов, которые банки выдают. И нам в меньшей степени нужно будет использовать макропруденциальные вот эти вот надбавки. Но пока вот у нас есть только такой инструмент, мы его используем. По следующему году, что могу сказать? С учетом, ну вот всех, во-первых, ужесточения самих льготных программ, которые произошли по линии правительства, а также нашей макропруденциальной политики, мы ожидаем, что темп роста будет там в районе где-то 7-12%, то есть это достаточно сильное снижение темпов роста, но это более адекватный уровень, потому что то, что мы сейчас видим, здесь вот 35, но это очень-очень-очень высокий, это просто явный признак перегрева. Особенно учитывая вот все остальные обстоятельства, о которых я сказал, это рост цен на недвижимость, а также вот сами рискованные характеристики кредитов, которые просто, ну вот я, может быть, простым языком скажу, что нас беспокоит, просто те люди, которые сейчас получили доступ к ипотеке, многие, о которых я сказал, да, с высокой долговой нагрузкой, где нет первоначального взноса, в случае какого-то стресса, это люди потенциально уязвимые, то есть те, кто может лишиться просто жилья, еще может даже банку остаться должен, если не хватит вот этого первоначального взноса на покрытие того дисконта, падение стоимости недвижимости, которое может произойти гипотетически. Поэтому нас это, конечно, волнует. Но, как я уже сказал, в следующем году ждем, в следующем, в этом, в 24-м году, я просто, извините, про 23-й говорю, поэтому всегда переключаюсь, когда следующий, в смысле, за 23-м, в этом году ждем темпы, как я уже сказал, 7-12, более адекватные. Следующий слайд, это у нас про потреб к ретованию. Здесь у нас темпы поскромнее, но тоже, на самом деле, не низкие. Вот погода, если посмотреть, получается в районе 16%. Не так уж мало. Был разгон у нас, вы видите, где-то начиная с середины года, особенно вот если взять летние месяцы, так сильно прибавило потреб к ретованию, но потом мы вводили, ужесточали наше регулирование макропротенциальное, и темпы начали спадать до более адекватных, опять же, уровней. Мы, как вы знаете, используем здесь в макропротенциальном арсенале, у нас есть возможность устанавливать как раз-таки лимиты, и мы их активно используем. И вот, напомню просто, по кредитам с высокой долговой нагрузкой, вот прям очень высокой, где люди сильно закредитованы, это 80% своего дохода тратят на обслуживание кредитов, и по кредитам на срок свыше 5 лет, у нас доля таких кредитов в выдачах не должна быть, вот с четвертого квартала у нас такое установлено, 5%. Действует, соответственно, и с четвертого квартала прошлого года, и, соответственно, в этом году тоже это действует. Но дополнительно с этого года, с начала этого года, мы вводим еще и ужесточаем вот эти вот макропротенциальные лимиты по кредитам, где у людей долговая нагрузка от 50% до 80%, потому что есть ощущение, что часть заемщиков как-то чудесным образом немножко мигрирует вот в этот диапазон, те, которые раньше бы показывались в 80+. Ну и в целом, 58% все равно высокая долговая нагрузка, будем так говорить. Больше половины своего дохода люди тратят на обслуживание кредитов, но это, в общем, не здорово. В некоторых странах, в принципе, запрещено давать кредиты с людям с такой долговой нагрузкой. Поэтому прогноз у нас по этому году где-то в районе 3-8%, тоже замедление относительно этих уровней, но это с учетом, опять же, вот того замедления, которое вы видите в последние месяцы, и с учетом нашей вот этой макропротенциальной политики, целенаправленной по ограничению рисков потребительского кредитования, закредитованности населения, в первую очередь, чтобы не было, опять же, накопления системных и социальных рисков. Следующий слайд. Это у нас уже про фондирование. Здесь мы говорим про средства компаний. Здесь приток был достаточно серьезный, в районе 15%. Хороший приток, нечего особо добавить. Там два основных фактора, наверное, можно выделить. Это у нас, в принципе, цены на энергоносители были достаточно высокие. Валютная выручка притекала в хороших объемах. Соответственно, пополнялись средства у этих компаний на счетах. И второй фактор – это по линии, наверное, бюджетных расходов, потому что действительно у нас часть расходов все-таки бюджетом финансируется, авансируется, особенно если мы говорим про машиностроение, оборонка. Это, естественно, тоже какой-то вклад вносит. Поэтому рост такой, вы видите, достаточно хороший. Валютизация при этом снижалась, тоже довольно радикально, я бы сказал, с 30% до 16%. То есть у нас в целом, если говорить про валютизацию активов-пассивов, произошла такая прям серьезная девалютизация. Это хорошо с точки зрения такой вот меньшей подверженности валютным рискам. Потому что когда мы будем говорить про прибыль, вы увидите, насколько сильным может быть этот эффект в случае резкого изменения каких-то курсов. То есть для банков устойчивость их в этом смысле увеличилась. Следующий слайд – это про уже счета физических лиц. И здесь вы видите, что приток очень-очень высокий, 20% почти по году. Для сравнения, в прошлом году прирост средств населения был в районе 7%, сейчас 20%. Здесь тоже можно выделить несколько факторов. Первый – это значительные социальные и бюджетные выплаты. Второй – это рост зарплат в разных сегментах. Мы это видим. Даже многие говорят о том, что по разные индикаторы вы можете посмотреть, насколько тяжело сейчас многие компании жалуются на недостаток кадров и так далее. Вот это, конечно, рост зарплат. И важный тоже фактор роста по вкладам, конечно, особенно в конце года. И плюс в конце года вы всегда видите, у нас есть такой столбик очень высокий. Это год из года всегда происходит. Это авансирование пенсии и всяких соцвыплат январских. Они платятся в декабре. Потом в январе всегда есть отток. И вот можно посмотреть на рубеже 2022-2023 года. Видно, да, приток очень большой, а потом отток. Вот их скорее надо смотреть слитно, да, так более правильно будет. Ну и, соответственно, в январе, когда мы опубликуемся, вы увидите, что там, скорее всего, тоже будет отток. И, ну, суммарно результат будет, скорее всего, положительный. Валютизация средств населения тоже очень сильно снизилась. Тоже положительный факт. Опять же, в дополнение к тому, что я уже сказал, я повторяться не буду. Это очень хорошо для в целом стабильности банского сектора. Про прибыль давайте поговорим. И много говорится про прибыль. Надо отметить, что результат очень высокий. 3,3 триллиона по году. Но все же мы считаем, что надо, конечно, смотреть в контексте, в том числе, результаты 2022 года, когда у нас там около нулевая была прибыль, 200 миллиардов всего. И средняя, таким образом, получается 1,7. Почему надо смотреть вместе? Потому что есть ряд факторов, которые как маятник. Они качнулись сначала в одну сторону в 2022 году, а потом в обратную сторону. То есть, 2023 год, иными словами, он в некотором смысле аномальный. То есть, произошел откат по определенным статьям. Я сейчас чуть подробнее об этом скажу. И поэтому он такой нетипичный, что ли. И по этому году, извиняюсь, по 2024 году, у нас прогноз прибыли в районе 2,5 триллионов. Ну, если там диапазон какой-то брать, 2,3-2,8, наверное, можно на сегодняшний момент сказать. С учетом как раз-таки вот того, что 2023 был в определенном смысле аномальный. Ну, давайте чуть подробнее просто объясню, какие факторы сыграли в рост прибыли. Значит, это у нас график, который показывает основные компоненты, из чего складывается финансовый результат. Все, что выше оси Х, это у нас в плюс. Все, что в минус, это у нас расходы или убытки. И, соответственно, приведены два столбика. Один за 2023 год, второй за 2022 по каждой из статей, чтобы было удобно и легко сравнивать. Ну, и вот вы видите, внизу посчитана дельта между соответствующими столбиками. То есть, какой неттоэффект та или иная статья внесла в рост прибыли. Ну, как это вот читать? Смотрите, первое ЧПД – это чистый процентный доход. Чистый процентный доход у нас вырос на почти 2 триллиона рублей, если сравнивать с прошлым годом. Огромный рост. Почему? Потому что, в общем, вырос сильно кредитные портфели. Ну, плюс еще ставки, конечно, в последнее время. Но, в основном, это, конечно, рост бизнеса. И это, в общем, такой объективный фактор, в каком смысле хороший, потому что рост бизнеса – это означает, что у нас экономика получает кредитные ресурсы и так далее. Чистый кредитный доход у нас тоже вырос. Чистый комиссионный, извиняюсь. Чистый комиссионный доход ЧКД. Довольно прилично. И вот первые два компонента – это, по сути, рост бизнеса. Это, можно сказать, один такой значимый фактор рост бизнеса. Второй значимый фактор – это, я бы сказал, резервы. Ну, в силу не размера даже, а в силу его, как бы, ну, что это основные расходы, которые банки всегда так или иначе, с чем они живут. И вы видите, что у нас расходы на резервы в 2022 году были почти 2,5 триллиона, там 2,472, а в 2023 снизились до 1,8. И здесь важный момент. То есть, почему вот два года они в связке находятся. Вот эти 2,4, почти 2,5 триллиона резервов, созданных в 2022 году – это перерезервирование в каком-то смысле. То есть, банки перестраховались, ожидая, что будет ухудшение финансового положения у заемщиков, которого, по факту, потом не произошло. И поэтому часть резервов была распущена. И таким образом резервы, ну, относительно низкие, 23-го года, то есть 1,8, это несколько ниже, чем мы бы ожидали нормально, связаны как раз-таки с распуском тех вот пересозданных избыточных резервов, которые были тогда, относятся к 22-му году. Вот в этом смысле надо смотреть в комбинации. Второй, третий уже фактор – это валюта. Видите, то есть, нет-эффект, почти 1,3 триллиона разницы по прибыли между 23-м и 23-м годом обеспечила валюта. То есть, в 22-м году у нас был убыток 400 миллиардов по году в целом, а в этом году у нас прибыль 876. Изменение курса на фоне длинной валютной позиции, она сильно сократилась, конечно, у банков, но тем не менее. Вот такой тоже фактор, то есть сначала маятник качнулся в одну сторону, банки потеряли в 22-м году, потом курс изменился, ушел в другую сторону, банки обратно, что называется, заработали. Вот такие, наверное, три основных причины, почему у нас прибыль такая высокая и почему, собственно говоря, как я уже сказал, мы прогнозируем прибыль в этом году, в 24-м, несколько ниже той, которая была в 23-м. То есть ориентир, ну так, если точечно 2,5, а если, ну, мы, в принципе, диапазоны всегда даем, так немножко комфортнее, 2,3-2,8. По этому году мы ждем, потому что резервов будет больше, а маржа чуть-чуть у банков, скорее всего, подснизится на фоне вот ставок и, ну, конкуренции. Ну и плюс еще оплата за ликвидность, то есть мы вводим, вы знаете, отменяем послабление по нормативу краткосрочной ликвидности и банкам надо будет больше держать буферы ликвидности, соответственно, это будет немножко тоже давить на их прибыльность оправданно. И последний слайд про достаточность капитала. Слева, собственно, сами нормативы, вы видите, они немножко снизились, где-то там от 0,5 до, ну, там чуть побольше по отдельным нормативам снижение произошло. Почему это так? Потому что у нас капитал вырос меньше, чем активы. Активы росли, ну, вы понимаете, да, очень сильно. Мало того, что кредитный портфель вырос, у нас еще и надбавки заработали, да, то есть эти макронадбавки, они добавляют, по сути, к расчету активов, взвешенных по риску. Вон, они выросли на 24% в итоге. А капитал вырос на 18, потому что, во-первых, не вся прибыль пошла в капитал, часть была выплачена дивидендами, значительные объемы были выплачены дивидендами, госбанками, в том числе в бюджет. Часть в капитале прошла переоценка ОФЗ и других ценных бумаг где-то на 200 миллиардов, отрицательные, по году. И, ну, есть еще там ряд таких корректировок, я не знаю, чтобы зрителей не утомлять, но, в общем, есть корректировки, которые в реальности снижают капитал, влияют на капитал, но не влияют на прибыль. МСФО, так называемые, корректировки. Ну, там еще где-то миллиардов 200-300. Вот, поэтому капитал вырос не так сильно, как прибыль, и медленнее темп роста капитала, чем у активов. И вот, соответственно, снижение нормативов. Но, как я уже сказал, это не критично. Запас есть. У большинства банков достаточно серьезный. Поэтому, как я уже до этого отметил, это дало нам комфорт с точки зрения выхода из послаблений. И плюс, естественно, есть запас на то, чтобы дальше финансировать рост. Уж те темпы роста, которые мы прогнозируем, вполне с таким запасом капитала можно комфортно финансировать. На этом, наверное, все в основной части. И теперь переходим к вопросам. Ох, сколько много. Лес рук. Прекрасно. Это я люблю. Да, коллеги. Спасибо. Если можно, представляйтесь, пожалуйста. По-моему, первый был у нас Сергей. Болтов Сергей. Аргументы и факты. Александр Сергеевич, спасибо большое, что объясняете доступным языком. Особенно про риски в льготной ипотеке. У меня вопрос про обычную ипотеку. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что люди, которые берут обычную ипотеку, рассчитывают рефинансировать свой кредит, когда ставка Центробанка снизится. Сейчас они берут по 18 и надеются, что смогут потом рефинансировать, может быть, под 10 или даже ниже. Но у банков нет обязанности идти им навстречу. В сети можно встретить жалобы на то, что крупные банки годами отказываются идти заемщикам навстречу и рефинансировать. Вот вопрос в том, не планирует ли Центробанк, кто регулирует этот вопрос, может быть, установить обязанность банков рефинансировать ипотеку в случае снижения ключевой ставки. Мне кажется, что здесь надо немножко поразбираться в конкретных кейсах. Я, честно говоря, не знаю, что есть какая-то глобальная проблема с этим, потому что всегда есть возможность получить, рефинансировать в том числе в другом банке, если конкретный банк не рефинансирует. Но если есть какой-то пример, вот прям конкретный, то вы просто нам его направьте. У нас есть служба по защите прав потребителей, и они точно в эту ситуацию погрузятся, и я уверен, решение найдется. Но я не думаю, что есть какая-то системная с этим проблема, если честно. Коллеги, давайте пойдем тогда. У Екатерины был вопрос. Екатерины Литова, ведомости. Если посмотреть на результат за декабрь, то банки заработали 64 миллиарда с счетом корректировки на дивиденды. Но, например, крупнейший банк заработал 115 миллиардов. Почему настолько низкий результат сектора? То есть можно ли говорить, что есть какие-то крупные убытки? Давайте я отдельно вернусь. Я просто сейчас не готов по отдельным банкам как-то комментировать. Мы вопрос возьмем, вернемся. Мы вообще по отдельным банкам не готовы комментировать. Ну я даже не по отдельным, я имею в виду, что по категориям банков или какой-то более-менее качественный ответ мы отдельно дадим. Ладно, посмотрим, что можно. Татьяна, пожалуйста. Татьяна Чубасова, агентство Интерфакс. А можете напомнить, остались ли у банковского сектора на 2024 год какие-то послабления? Если остались, то как банки планируют выходить из них? Какие меры для этого ЦБ будет предпринимать? И как это может повлиять на финансовый результат? Вы знаете, из значимых у нас остались вот такие глобальные, стратегические, которые мы, собственно говоря, в регулирование внедряем или частично уже внедрили. Это послабление по резервированию заблокированных активов, где мы десятилетний график рассрочки дали. А второе – это по надбавкам. То есть мы обнулили надбавки с постепенным их восстановлением. Вот эти две вещи остаются. И они значимы с точки зрения своего потенциального эффекта. Другое дело, что не все банки ими в равной степени пользуются. Надбавками на сегодняшний момент, если так можно сказать, пользуются. То есть нарушают целевые надбавки, на которые мы готовы выйти. Там, по-моему, 5 или 6 банков. 6, по-моему. То есть это не так распространено. А по заблокам, да, это более такая существенная история. Ну вот десятилетний график мы даем. Остального что-то я, честно говоря, даже не припомню. По-моему, все вот такие ключевые вещи мы все завершили. То есть по резервированию кредитов корпоративные, по-моему, еще с середины прошлого года. По физлицам и по МСП с конца года необходимости в продлении мы не видим. Потому что, опять же, мы дали послабление по надбавкам. То есть даже если кому-то надо что-то будет экстренно в какой-то момент зарезервировать, нет проблемы нарушить вот этот вот, ну не то, что нарушить, а не соответствовать целевому уровню надбавок, когда до 28-го года, получается, мы дали, до 28-го года. Потому что есть вот этот вот временный график их восстановления. Артем, наверное, да, у нас? Терентьев Артем из Дания Форбс. Добрый день. У меня несколько вопросов. Проводил ли ЦБ дополнительный анализ рентабельности для банков программ для годной ипотеки в связи с комиссиями застройщиков? Если да, то каким выводом он пришел? Ранее уже ЦБ оценивал, произвел первую оценку, что несмотря даже на изменение условий программы господдержки, эти программы у банков остаются прибыльными. Но те же банки, в том числе СБР, отмечали, что маржа по ним у него зачастую отрицательная или около нулевая даже в марте будет, несмотря на введение комиссии застройщиков. В чем может быть разница таких диаметрально противоположных оценок? Спасибо. Это один вопрос у Скальниска. Это все вместе, да? Я могу задать. Все. А, нет, нет, я просто кому-то еще буду, да, вопрос? Ну, давайте я начну с этого, чтобы не запутались все. Мы в процессе, ну, вот сейчас вот этого диалога с банками, ждем от них цифры там от многих, дискутируем с ними. Есть элемент, ну, как вот я, во всяком случае, мое оценочное суждение, лукавство с их стороны в этих расчетах. Я скажу даже вот некоторые вещи, просто, ну, как пример, не буду называть банки, но просто вот приведу пример того, что банки включают в расчет. Значит, один банк включает в расчет рост макронадбавок с Нового года. Повод как раз по ДН вот эти 80+, вот это ЛТВ низкий. То есть, иными словами, банк хочет, чтобы Минфин, государство, компенсировало ему выдачу кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще? Прелесть? Ну, как этого так характеризовать? Ну, я, ну, да, вот, хоть стой, хоть падай. Вторая история. Банк хочет, чтобы ему компенсировать. Вот, помните, у нас было послабление по НКЛ, норматив краткосрочной ликвидности. То есть, мы дали, потому что видели, что оттоки в системе, мы, ну, объективно должны были банкам дать немножко гибкости. Но дальше мы дали им рекомендацию. Ребята, вот ниже определенного уровня лучше не снижайтесь. Но, к сожалению, отдельные банки, несмотря на нашу такую рекомендацию, все-таки допустили снижение норматива. Иными словами, росли просто высокими темпами, да, утилизируя свою подушку ликвидности. И сейчас они нам что говорят? А мы с нового года отменяем, с марта, послабление по НКЛ. И даем, соответственно, плату, ну, как-то, по сути, штрафная плата за БКЛ, если вдруг им надо добирать, не хватает собственной ликвидности. Они нам что говорят? Вы ужесточаете требования по НКЛ. Да, мы до этого вот потратились, там, ликвидность свою частично проели. Теперь нам надо ее восполнять. Если, опять, эти средства по этой срочности из-за этого, из-за повышенного спроса стали дороже, давайте это тоже заложим в расчет. То есть пусть Минфин нам это компенсирует. Как вам это нравится вообще? Ну, вот, понимаете, вот эти две вещи, если просто исключить из расчета, там уже прибыльность получается. Просто вот эти две вещи. И просто еще важный момент. Вы понимали уровень вообще, вот, ну, поле, как сказать, хотелок. Доходность этих программ, вот, я не знаю, хорошо, вы все сидите сейчас. Доходность этих программ до вот этого ужесточения со стороны правительства, да, когда они компенсацию чуть снизили, была сильно больше, ну, для банков, особенно у которых там на ПВР, которые рисквест по ипотеке там не самый высокий, сильно выше 20-ти годовых роя, сильно выше 20-ти годовых. Там по отдельным, я вот сейчас считаю, там в районе 50-ти получается. То есть банки были в шоколаде. Сейчас, как бы, доходность у них упала, да, объективно упала, все, ну, как бы, понятно. Но вот пока в наших расчетах, вот мы готовы с ними дискутировать, там, обсуждать, я не вижу отрицательной доходности по тем расчетам, которые я видел. С учетом, опять же, вот тех корректировок, о которых я вам сказал. Да, давайте продолжим с Артемом тогда. По поводу льготной ипотеки еще. Тоже Сбербанк оценивал, что снижение выдач льготной ипотеки более чем на 80% в первом полугодии 2024 года по сравнению со вторым полугодием 2023 года в том случае, если бы не вводилась комиссия с застройщиками, составила бы 80%. С комиссиями оценка снижения кредитования ближе к 40%. Согласен ли ЦВС-таки? Ну, нет, пока мы, конечно, ни цифры эти не можем не подтвердить, подтвердить не можем. И у меня, знаете, предложение какое? Может быть, посмотрите вот прогнозы всех банков, когда мы вводили ужесточение ипотеки от застройщиков. Какие там были тоже прогнозы, как все упадет, рухнет, ничего не будет и так далее. И с фактом сравните, вот что получилось. Ну, мне кажется, что, в общем, преждевременно, особенно с учетом моего ответа на первый вопрос, относительно наших расхождений, пока давайте так назовем, относительно видения банковской маржинальности по этим продуктам. И последний вопрос. Выполняют ли банки недавно вступившие требования по раскрытию полной стоимости кредита и указанию диапазона процентной ставки или у регулятора остаются какие-то претензии по этому вопросу? По-моему, стало лучше. Но мы так еще, мы в ближайшее время мы хотим что сделать? Мы хотим посмотреть сейчас по всем сайтам, прям посмотреть, наскриншотить все, на всех этих банкиру и так далее, посмотреть, кто что показывает. сделаем какой-то сравнительный анализ, посмотрим на основании нашего понимания того, какой вообще уровень достижим-недостижим, и с банками будем проводить теми, кто вдруг показывает до сих пор какие-то там низкие нереальные ставки, будем проводить адресную работу, просто выяснять, а как у них так, собственно говоря, получилось. Поэтому, если кто-то из них смотрит, можно сразу же посмотреть самим. Спасибо. Коллеги, давайте для разнообразия другому ряду передадим, вот Маша руку тянет. Ряду, в смысле, блоков. Спасибо большое. Информагент Стас, Мария Степанова. Александр Сергеевич, не могли бы Вы рассказать, сколько банков сейчас используют эту комиссию для застройщиков, есть ли у Вас такие данные? Вы знаете, я боюсь соврать, в голове нет, и цифра эта меняется, вот только сегодня прочитал, что еще там какой-то банк отказался от комиссии, что очень отрадно, так что там нету тоже сплоченности среди рядов вот этих товарищей, видимо, потому что все-таки расчеты у всех разные. И правильно я понимаю, что Вы против того, чтобы увеличивать субсидии банков, как на это ВТБ намекает? Вы знаете, это прерогатива правительства, это их программа, ну и их средства, которые они тратят. мы здесь только в качестве такого аналитического, что ли, участника выступаем, то есть мы можем оценить, насколько она оправдана экономически или не оправдана. Пока вот я еще раз скажу, что мы с банками находимся в такой плотной дискуссии, дебатируем, но некоторые вещи, которые я вижу в их расчетах, вот они вызывают у меня недоумение и большие вопросы. Я еще хотела уточнить по поводу Вашего выступления. Вы говорили по поводу корпоративных кредитов в юанях. Это вот новые выдачи, там треть в юанях или это уже все портфель? Это от портфеля. Это от валютных кредитов, доля внутренних, треть в юанях. И по поводу прибыли банков. Да, давайте. А возможно ли то, что будет новый рекорд в этом году или все же это уже нереально? Ну пока вот не прогнозируем этого. Пока вот по нашим расчетам вот прикинули, все вроде заложили, где-то получается 2,3-2,8. То есть, ну, если центр диапазона где-то 2,5, что-то тоже неплохо. То есть больше будет резервных расходов, маржа чуть подснизится, скорее всего. И плюс банки будут, как я уже сказал, больше держать подушку ликвидности, потому что мы ее требуем сейчас, НКЛ, ужесточение. Это тоже будет немножко давить на прибыльность. Кажется, у Татьяны на заднем ряду в том же блоке был вопрос. Спасибо. А, ну извините, можно еще один момент добавлю? Ну, конечно, надо еще тоже оценивать, что может быть будет еще дополнительный доход, который будет учтен в капитале. Если вдруг произойдет, ну, все сложится по нашему прогнозу с точки зрения движения ставок, то может быть положительная переоценка портфеля ценных бумаг. То есть в этом году она отрицательная, там 200 миллиардов, ну, соответственно, вот гипотетически может быть откат. Но в целом это вот приблизительный порядок цифр, я вам сказал. Добрый день, Татьяна Ворнова, Франк Медиа. У меня вопрос. Вот у вас в обзоре указано, что в декабре сокращение прибыли в том числе связано с высокими операционными расходами. И там есть цифра в 325 миллиардов рублей, которую вы как-то делите между ростом расходов на персонал и расходов на рекламу. А можете ли вы сказать подробнее, вот сколько из этой цифры приходится на персонал, сколько на рекламу? Нет, там, ну, включая расходы на персонал, на рекламу, я думаю, что там еще, возможно, что-то есть. Так разбивку я не готов сейчас дать. Надо отдельного банка запрашивать. Нету просто даже в отчетности. Да, Юля, пожалуйста. Добрый день, Юль Кошкина, РБК. Тоже сначала, если позволите, вопрос по декабрьским данным. Прибыль сектора в декабре существенно ниже. И еще на что обратили внимание, это сокращение валютной ликвидности. Указано, что это связано с снижением остатков на корреспондентских счетах в банках нерезидентов за рубежом. Связано ли это с некоторыми проблемами, которые возникли в расчетах с китайскими и турецкими банками? Нет, нет, нет. А с чем тогда связано сокращение на корсчетах за рубежом? Ну, как правило, это же зеркальная операция в том смысле, что есть какие-то компании, которые размещают валютные средства на счетах в банках и те, соответственно, эту ликвидность куда-то размещают, ну вот в частности на корсчетах иностранных банков. Если кто-то из корпоратов, по какой-то причине им там надо было продать валютную выручку или там заплатить налоги, соответственно, объем валютных депозитов снижается, вот в активе, соответственно, у банков снижается размещение на корсчетах. Нет, нет, здесь нет какой-то там проблемы, нет, о которой вы сказали. И по годовым данным в прочих расходах, где, как я понимаю, седают налоги, мы видим существенное увеличение. Правильно ли я понимаю, что это связано с уплатой Winfall Tax? Нет. И если да, какие там объемы по сектору? Нет, по-моему, нет. По сектору. Прочие операционные расходы, я, к сожалению, могу пролистать. 567, да, получается. Да нет, просто бизнес вырос, объективно там зарплаты выросли, расходы выросли, инфляция. То есть налоговая база, расходов по налогам не произошла? Я, честно говоря, не помню, где у нас, если кто-то там уплачил, то это, скорее всего, в налогах было. А, ну, прочие, да, налоги там тоже есть. Совершенно верно. Цифру давайте я просто отдельно посмотрю. Но основной это... Какие-то... А, важный момент. Все, я понял, о чем вы говорите. Извините, не-не, тогда... Да, надо было просто на слайде. Смотрите, операционные расходы, то, что я вам сказал, комментарий относился вот к строке, к колонкам операционные расходы. Это вот там вот все, и зарплата, и прочее, все вот эти вот вещи, о которых я сказал, на которые влияет действительно инфляция, и так далее. А в прочее попадают действительно в основном налоги, обычные налоги на прибыль. Включая, если и был там какой-то, да, такс, я просто не помню, в каком размере он входит. Это там, да. И основная здесь, это, конечно, налог на прибыль. Ну, естественно, прибыль огромная. Соответственно, в этом году у нас, в прошлом году, в 23-м, прибыль была большая, и вот налог вырос тоже. Меня интересовал именно эффект windfall tax. Надо по цифрам просто посмотреть, я по памяти не помню. Скорее всего, он там сидит, если что-то бы платилось, просто уже даже запамятовало. По цифрам мы вернемся. Хорошо. И еще вы упомянули, что расходы банков на резервирование в 24-м году будут расти. Да. Но у нас вот 22-й год, я так понимаю, были рекордные расходы сектора 2,4. И нельзя сказать, что по итогам 23-го года существенно было ниже. Все-таки 1,8 триллиона – это тоже много. Какие у вас ожидания на 24-й год, может быть, поточнее по цифрам скажете, может ли быть расходы на резервирование сопоставимы с уровнями 22-го года или даже выше? Я вот по цифре вам не скажу сейчас прям, потому что, ну, там чуть сложнее расчеты. Мы смотрим не сколько на абсолютную цифру, сколько и на абсолютную неправильно смотреть. Я вам даже поясню, почему. У нас кредитный портфель вырос сильно. Ну, вы видели, да, там. И поэтому, если даже мы предполагаем какой-то уровень дефолтности, что он остается тот же, как был, это означает, что просто у нас резервы будут созданы больше в силу просто большего объема портфеля. И поэтому цифра будет точно больше, чем, скорее всего, ну, точно, вероятно, больше, чем в 23-м году, в 24-м. Будет ли она сопоставима с 22-м? Может быть. Может быть. Я просто не надо прикинуть, не прикинуть, а точнее, мне надо посмотреть, мы заложили определенные уровни дефолтности по портфелю, что там получается с учетом нашего прогноза по темпам роста. Просто в памяти нет этой цифры. Но важный момент, что вы должны понимать, что у нас всегда будут какие-то компоненты расти просто по объективным причинам роста бизнеса. Не из-за того, что там что-то ухудшилось или еще что-то там, да, улучшилось, а просто вот вырос масштаб. Так же, как прибыль. Вот прибыль, тоже важно понимать, что прибыль, если все нормально, и у нас уровень доходности для банков, ну, для их акционеров, он остается более-менее такой же, прибыль всегда, если рост бизнеса происходит, всегда будет расти. Ну, по понятным причинам. Поэтому здесь меня иногда немножко даже удивляет, что некоторые удивляются, да, что прибыль растет. Да, конечно, она должна расти. У вас портфель вырос на 30%. Лена, пожалуйста. Елена Фабрична, агентство Reuters. Вот правильно я поняла, что это не предположение, а ваши данные, что сокращение валютной ликвидности связано именно с выполнением требований по обязательной продаже. Ну, это я просто перечислил те возможные причины, которые могут, да, я так вот с лета не готов сейчас сказать, что это была именно она. Ну, что-то еще, там, по каким-то причинам компаниям нужны были рубли. Это может быть что? Это может быть заплатили бонусы. Ну, реально, вот реально, вылежала валюта, в конце года надо заплатить бонусы. Сконвертнули, заплатили. Надо было заплатить налоги, то же самое. Ну, и так далее. Что конкретно, надо смотреть по деталям, но это, скорее, мой ответ был про то, что это не то, что предполагалось в вопросе, что там какие-то проблемы с расчетами. Сейчас вот у вас в обзоре указано, что одним из факторов роста корпоративного кредитования стало финансирование сделок по выходу нерезидентов. Там сумма полтриллиона рублей в 23-м году. Вот вы закладываете этот фактор на 24-й год, и, может быть, есть сравнительные данные, сколько было в 22-м? Нет, сейчас так не скажу вам, не вспомню просто. Ну, можем посмотреть, но я не думаю, что просто основной объем, мне кажется, в 23-м проходил. Ну, просто в силу того, что надо было время, чтобы понять вообще, что происходит, адаптироваться, как-то там настроиться, принять какие-то решения, провести там соответствующие переговоры, получить соответствующие разрешения. Поэтому основной объем в 23-м, мне кажется, даже можно не сравнивать, однозначно в 23-м больше. На следующий год мы не прогнозировали. Ну, очень такое, понимаете, всегда очень ситуативная история, труднопрогнозируемая. Вот, скорее, мы дали общий прогноз по темпам кредитования, диапазон его. Вот, ну, внутри этого диапазона, вот оно будет одним из факторов. И это все-таки рублевые были кредиты, или как раз рост юаневых связан с этими сделками тоже? Я не помню, в какой валюте. Мне кажется, рублевые должны, по-моему, рублевые. Не знаю, не затрудняюсь сказать, не могу. Иван. Добрый день, Иван Шлыгин, Фомакру. Вот заинтересовали ипотечные как раз облигации, вот какую роль они выполняют, потому что, насколько у вас указано как раз в обзоре, как раз банки в основном покупателями же их и выступают. То есть они таким образом страхуются, то есть перекладывают каким-то образом такие риски в ценные бумаги, чтобы в случае чего можно было их упаковать во что-то другое, то есть там каким-то образом ими управлять. Либо какая-то у них еще другая задача есть. Вот что это вот такое российские ипотечные облигации в данный момент? Ну, к сожалению, да, вот мы отмечаем, что не все выпуски так или иначе находят широкое распространение. То есть где реальными покупателями этих выпусков выступают другие агенты, нежели банк-оригинатор. Часто в значительный объем остается у банка-оригинатора. И служит, ну, банальный на самом деле ответ, в основном, основная причина для получения ликвидности. Потому что под эти бумаги можно рефинансироваться в Минфине, например. Поэтому будем смотреть на самом деле, потому что с точки зрения регулирования норматив краткосрочной ликвидности, включаются только те бумаги, которые имеют широкое хождение. Там, где у оригинатора только доля, по-моему, до 35% от выпуска. А те, которые он удерживает в большем объеме, это означает, что просто ликвидность рыночная, реальная ликвидность ограничена. Ну, иначе какой смысл самому их держать? Вот. Поэтому здесь есть вопросы. Будем разбираться с этим. Ольга, пожалуйста. Ольга Шерункова, газета «Коммерсант». Хотела бы вернуться тоже к декабрю и уточнить несколько моментов. Вы отметили там рост резервов больше, чем на 100 миллиардов, то есть 240 миллиардов рублей примерно составили расходы на резервы банков в декабре. И там большой рост по отношению к ноябрю. Есть ли в декабре в этом плане сезонность? Был ли это какой-то неожиданный рост? Там указано, что это по части корпокредитов и прочим требованиям. Вот в этих прочих требованиях есть ли там какие-то резервы на заблокированные активы или что-то. Я думаю, что все подряд. Подшире прокомментируется. Я думаю, что все подряд. Определенная сезонность, как мне кажется, есть. Связанная просто с некоторым таким планированием отчетности, что ли, если так можно сказать. Банки так или иначе понимают, что можно резервы сейчас отразить или в следующем году. Сейчас прибыль высокая, давайте, может, сейчас отразим. В следующем году не знаем, какая будет прибыль, а резервировать, скорее всего, все равно придется. Давайте, может, сейчас тогда отрезервируем, а в следующем году резервов потребуется меньше, и, соответственно, прибыль у нас будет чуть получше. Такие какие-то аргументы тоже могут иметь место на самом деле. Ну, заблоки там может быть. Кто-то заранее решил что-то подрезервировать. Ну, в целом, да, просто именно в декабре произошел рост, но по 23-му году вы сказали, что резервы. Ну, обычно, конец года. Мы даже прогнозировали, что в конце года что-то такое подобное может быть, но в силу вот того фактора, который я вам сказал. Еще тоже по валютным кредитам хотела вернуться. Там также отмечается, что вот в четвертом квартале рост, и указано в валютах дружных стран, во множенном числе. Вы даете ли помимо в юанях еще в каких-то валютах кредиты нашим компаниям? Можете ли вы сказать в каким? Ну, мне кажется, у нас какие самые популярные? Ну, понятно, что я не там с большим отрывом, но остальные это там дирхамы. Ну, рупи и дирхамы. То есть у нас сейчас выдаются кредиты компаниям в дирхамах и рупиах. Можно так выговорить. Я сейчас не могу вам сказать конкретно, в какой там валюте выдавалось, но в принципе хождение имеют, разного уровня хождение имеют вот эти вот валюты. Ну, плюс еще там турецкая лира, наверное, в какой-то степени. Спасибо. Еще пару моментов уточнить. Вот не нашла в презентации. Вы говорили, что, к сожалению, не вся прибыль пошла в капитал, и там нормативы снизились, но в целом запас хороший. А запас по капиталу можно сейчас озвучить? Какой у нас у банковского сектора? Запас, вы имеете в виду, что вы имеете в виду под запасом? Абсолютное выражение или по нормативу? Нет, в триллионах рублей. В триллионах. Мне кажется, в районе 6 триллионов по памяти. Не помню точную цифру. Ну, готовы подкорректировать. Ну, он значительный. Там, на самом деле, большого снижения не произошло. И по поводу вот ипотечных перипетий застройщиков и комиссий. Вы сказали, что там расчеты не сходятся, там и банки могут лукавить. А в чем тогда, может быть, их мотивация? Ведь это банки, которые показали рекордную прибыль. То есть, банки зарабатывали много, огромную доходность. Сейчас часть этой доходности у них забрали. Ну, они хотят, чтобы им платили больше. Ну, это просто простое желание зарабатывать больше, как минимум. Спасибо. Но мы, как я уже сказал, в дискуссиях с ними находимся. То есть, я пока не все по всем банкам видел расчеты. Поэтому я отдельные какие-то вещи вам прокомментировал. Но полную оценку мы дадим, наверное, чуть позже, как только данные соберем. Потому что мы от многих еще ждем информацию. Поэтому посмотрим, кто там реально убыточный, не убыточный. Пока есть большие сомнения в этом отношении. У Сергея еще есть вопрос. Да, был то Сергей, аргумент факта. Александр Сергеевич, в экспертном сообществе обсуждается уже некоторое время идея ограничить круг получателей льготной ипотеки людьми, у которых есть один несовершеннолетний ребенок. То есть, до 18 лет. Скажите, пожалуйста, обсуждается ли такое или подобное предложение между Центробанком и правительством? И если обсуждается, то готов ли Центробанк поддержать льготную ипотеку для людей с одним ребенком, для семей с одним ребенком? Вы знаете, я думаю, что будет большое обсуждение в какое-то ближайшее время, просто в силу того, что там льготная программа, по-моему, до середины года. И, естественно, какое-то реконфигурирование существующих всех остальных программ, наверное, тоже потребуется. Пока конкретные какие-то такие предложения, прям что обсуждались, я не слышал. Обсуждается так или иначе предварительно разные идеи, но вот так, чтобы были какие-то там идеи, что называется, уже на бумаге конкретные, пока нет. Но я думаю, что обсуждение будет. Но конкретно прокомментировать я сейчас не готов, потому что, ну, а-первых, это прерогатива правительства, а, во-вторых, ну, это надо в комплексе все рассматривать. Весь набор и конфигурация программ. Ну, вот вы про семейную, наверное, говорите, да? Коллеги, а вот еще вопрос Татьяны, пожалуйста. Да, еще хотелось бы уточнить по прогнозам. Вот вы дали прогноз по потребкредитованию. Возможно, у вас есть прогнозы на 2024 год по ипотеке, с учетом того, что она обрастает все новыми ограничениями. И по корпоративному кредитованию, что вы ждете в 2024 году? Да, я отдавал, но просто это самое, видимо, затерялось там в остальном. Сейчас скажу. Значит, по корпоративному портфелю ждем 5-10. По ипотеке ждем, секундочку, 7-12. Приросты по потребам 3-8, ну, в смысле, 3-8 диапазона всего. И приросты фондирования где-то 6-11, как юрики, так физики. И по прибыли еще раз диапазон 2-3-2-8. Если точечно, то где-то в районе 2,5. У Ольги еще вопрос. Ольга Шерункова, газета Комиссан. Да, забыла уточнить еще, тоже по декабрю. Там произошел резкий рост числа убыточных банков. Больше сотни их стало по декабрю. Тоже можно ли хотя бы как-то прояснить, с чем там связано? То есть тоже опять какие-то сезонные факторы. Все стабильно или нормально, или нет, или плохо. Давайте мы вернемся в продолжение как раз того вопроса, который был первый, а не связанное. Я посмотрю, просто какой-то более качественный комментарий дадим. Хорошо. А по запасу капитала я чуть подкорректирую. Там коллеги прислали 7 триллионов, не 6, а 7. Ну, ближе к 7. Коллеги, если больше нет вопросов, тогда мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо всем большое. Спасибо большое.